Штанга берется в замок, натянулся, подрыв. Рывок – сложное упражнение тяжелоатлетического двоеборья, где необходимо правильно и точно использовать свою скорость, силу, гибкость и координацию. Сегодня Андрей Лузгин, участвуя в соревнованиях, не возвращается домой без медали. Его любовь к спорту началась еще в детстве, а примером для мужчины стал его отец. Вот видите вот эти чемпионы тяжелоатлетики, вот эти постеры? И вот там есть Александр Курлович, олимпийский чемпион. Он из Гродно, мы сами из Гродно. Вот мой отец его тренировал. Но в то время я был маленький еще, он тогда еще тяжелоатлетикой, вообще планировал заниматься где-то с 13-12 лет. Спортивная карьера у мужчины стремительно развивалась. Во время службы в армии Андрей Лузгин стал мастером спорта. Начал параллельно тренировать детей, устанавливая при этом личные рекорды. И на конец в 95-м году у него появилась возможность получить звание международного класса. Мне не хватило 5 килограмм. Международника я не выполнил, мне сказали, все, ваше выступление на второй план переходит, ваше дело заниматься с детьми. В силах обстоятельств семейных и в обществе что-то творилось уже, все эти ваучеры, все это, надо было семью кормить. Поэтому я перешел в охрану. И с 95-го года по 2017 год я в зал тяжелоатлетики больше не заходил. Но спортивная судьба вновь настигла мужчину спустя 22 года. Ему позвонили из районного спорткомитета и предложили снова взяться за штангу, но уже в качестве ветерана. Нескольких месяцев 48-летнему Андрею Лузгину хватило, чтобы вернуться в форму. Подкачал мышцы, нарастил мышечную массу, поприседал, ноги подкачал, спину подкачал. Ну а техника, она никуда не дается. 22-й открытый Кубок России. Я занял тогда третье место. Ну вот это была первая моя медаль в 2017 год. Именно с этой бронзы спортсмен начал коллекционировать свои награды. А за пять лет их скопилось немало, преимущественно золото. Посещал турниры для ветеранов по всей стране. А в прошлом году решил рискнуть и поучаствовать в чемпионате мира. Ну вот когда выталкиваешь штангу, они должны быть на прямые руки. И вот я выталкиваю в прямые руки, и у меня рука чуть-чуть сыграла. Вот, да, чуть-чуть, да, дернулась. Все это считается дожимом. И все, из-за этого вот мне не засчитали. И таким образом первое место в мире я проворонил. Но второе, да, второе место я занял. Если это серебро ценно для мужчин и масштабом соревнований, то вот последнее золото долгожданным рекордом. На недавно состоявшихся соревнованиях в Туле у нефтьюганского тяжелоатлета было три попытки для рывка, которые он использовал по максимуму. Я смотрю 90, у меня вылетает 95, тоже летит. Думаю, ну давай, думаю, на 101. Рискну опять, что будет. Собрался, подготовился, вырвал. Я даже посмотрел на видео. Вырвал так, что она у меня, еле-еле там ее поймал. В результате, да, я взял абсолютку, вот этот кубок, вот эта медаль, ну и установил рекорд России. Кстати, это первый рекорд России в Федерации тяжелой атлетики России за номером 0001. Как правило, отказавшись от спорта однажды, вернуться обратно в строй практически невозможно. Тем более через 20 лет. Нефтьюганский штангист стал исключением. Андрей Лузгин доказал, что благодаря железной воле и искренней любви к тяжелой атлетике возраст для профессионального спорта не помеха. Алина Морозова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Добавил субтитры.